Кто торгуется, тот не мой клиент. Многие видеографы рассуждают таким образом. Но давайте подумаем, сколько заказов вы потеряли из-за таких рассуждений. Такая ситуация, да, приезжает клиент на дорогой машине, то есть вы видите, что клиент прилично одет, понимаете, что, наверное, все-таки вопрос денег у него не стоит. И вот вы называете цену, и клиент, естественно, говорит дорого. Потому что ему кажется, что даже цена, которую вы назвали, там, 5000 рублей в час, возможно, он даже получает меньше в час, чем вы назвали. Поэтому он сравнивает и оценивает, что вы, наверное, завышаете. Он лучше отдаст съемку какому-нибудь другу, который на айфон снимет все то же самое, да, и не будет три шкуры драть. Почему так происходит? Потому что клиент не понимает ценности ваших услуг. И вот весь секрет в том, чтобы донести эту ценность до него. Ведь ваша работа, она складывается не только из работы по съемке. Это еще и оборудование, которое постоянно нужно чинить, да, покупать новое. Объективы стоят дорого. Это еще и монтаж. Это еще и обработка, хранение материала, да, пересылка его, может быть, запись дисков. В общем, работа, как правило, складывается из множества пунктов. Который мы знаем, а клиент этого не видит. Он видит вас только на мероприятие. Вы пришли, час поработали и ушли, и все. А что остается за кадром, для него загадка. Он думает, что все по волшебству происходит само собой, и ничего делать не нужно, да. То есть вы не тратите там месяц на обработку. Такого клиент не видит. И важно дать понять клиенту весь масштаб работы, который вы делаете. Именно это максимально просто, максимально быстро позволяет сделать смета. Но в составлении сметы есть множество нюансов. Если мы просто распишем какую-то цену на несколько пунктов, то есть клиент, он все равно смотрит. Он смотрит, из чего складывается смета. Он не дурак. И нам нужно, чтобы цена в каждом пункте, она была адекватной. Она должна быть адекватной этому клиенту. И в каждой ситуации это будет разная цена. На вебинаре, на мастер-классе по сметам мы как раз рассматриваем разные случаи смет. В каком случае нам нужно завышать цену, в каком случае занижать цену. Какие вообще цены ставить. Из чего вообще складывается смета. Как сделать так, чтобы клиент не убежал, когда мы показали ему эту смету. Вот это все мы рассматриваем. Плюс к этому я даю свои сметы, которыми я пользуюсь. Которые реально сейчас работают. Если у вас еще нет всего этого ценного материала, то переходите по ссылке, приобретайте. Наше предложение ограничено и совсем скоро этот курс вот так вот в открытом доступе будет уже не достать. Посмотрите отзывы наших выпускников. Думаю, что и вам понравится. Во всяком случае, всем понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!